Итак, Blender 293, часть 2, именно вот персонаж готов, сейчас нужно, так, помаялся я, конечно, вот с этими, как его, с рогами, чуть-чуть вот, всё равно, говорю, косяковые, но ничего, долго я с ними сидел, 5 вариантов использовал, и потихоньку, потихоньку тут кое-как вытяну. Так, что ещё я сделал, да в принципе ничего, а вот, пардонте, вывернул немножко для анимации вот эти вот ноги, вперёд чуть-чуть вот так, во, так, были они вот так, я их сделал вот так, Ctrl Z, ну и кисти чуть вниз, припустил кисточкой вот так вот, тэнс, тэнс, всё, Ctrl Z, Теперь, нужно сделать вот этим вот пальцем, такие, именно на балдажнике, на посмотреть, так, Object Mode, в Add Mesh, вот, конус, конус вот этот пойдёт, так, единицы на нампаде, И давайте попробуем выбрать их вместе и закинуть в Sculpt Mode. Так, теперь переключение, по-моему, Shift D, так, нет, не Shift D, так, G, не G. Так, вот с этим я ещё не сталкивался, так, ладно, не беда, так, сначала проверим, что у нас тут. Так, 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 симметрию пока отключим, так, Shift D нажимал, вроде ничего не сдублировалось. Ну, тогда будем вот эти конусы, да, будем вот эти конусы отдельно поднимать. Так, теперь R, S, так, как-то D, и теперь G, подставляем их каждому пальцу, вот так. Так, и нужно как-то их, не знаю, чуть-чуть, наверное, потом поскульптить. Так. Так, ещё попробуем S. Немножко вытянуть. Как-то вот так, наверное, ещё немножко S, G. Так, вот так их, нет, вот так поменьше по пальцу. И немножко, наверное, тут сплюснуть, вот так вот. Так, короче, получается что-то у меня вот такое хреновое. Можно, конечно, их пролепить. Не знаю, как получится. Так, ладно, сейчас попробуем сначала вот с этими торусами. Теперь SHIFT-D, щелчок, и один ещё перетягиваем вот сюда, подгадываем его по пальцу. G, вот таким вот образом. И теперь SHIFT-D, вот на этот палец тоже подгоним. И немножко S. Здесь он будет поменьше. Так. Что-то в таком духе. И получается, если мы будем по симметрии работать, то... Так, то, наверное, единица на нампаде. И добавим модификатор Mirror. Так, Mirror. По Y. По Z. Нет. А, постойте. Тут ещё надо поставить относительно персонажа. Так. И теперь закрываем, выбираем все вот эти торусы. Ctrl-J. Объединяем. И вот теперь надо нажать Mirror относительно персонажа. Ну, вроде как они установились. Так. Копыто вроде нормальное тогда сделал. Так, ещё с ушами поработать надо. Ну, давайте зайдём. Теперь выберем... Объединим вот этого Ctrl-J. Ctrl-J. Так. Ctrl-Z. Применим модификатор Апли. А вот теперь делаем через... Так, пардонте. Через Shift объединяем. Ctrl-J. Объединяем. Заходим в скульпт мод. И вот теперь можно всё это дело наверное пролепить. Так, если я Shift буду выглаживать, то нифига не происходит. Ctrl-Z. Так, теперь если... Ага. Он вместе с торусом теперь будет исчезать. Что-то в таком духе будет происходить. Так, а вот если выглаживать, то не происходит с ним ничего нормально. Ага. Сышь. Как у Латыша. Ctrl-Z. Вот вот эти вот неудобства. В ZBrush конечно такого не было. Так, ладно, значит будем депить. Это значит Delete. Выбираем персонажа и заходим в Sculpt Mode. Ставим ось X. Ставим Динотопа. Заходим, настраиваем опять Динотопу. Здесь ставим значит Brush детали. Ну и на повышение. Так, если мы здесь сильно Ctrl-Z. Теперь уменьшим Shift-F силу кисточки. Вот так как-то получилось заострить. Теперь выбираем опять Clay Splint, вот этот Splinter и вот так вот понемножку нарабатываем. Уходит больше времени здесь вот именно лепить чем допустим скульпты с Альфа шестой. Здесь чуть-чуть уменьшим пальцы с этой стороны потоньше сделаем вот так вот так Что тут получается? Субтитры нарабатываем массу получается вот такой вот коготь и коготь наверное должен быть еще побольше вот что-то наверно в таком духе ну так потом выгладим главное сейчас набросать посмотреть как они выглядят так в принципе ничего нормально так дорабатываем теперь вот этот коготь побольше прям тут накидываем вот 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 что-то в этом духе получается ну и здесь тоже доработаем так здесь вот через control немножко 10 топ shift он и вот так тоже опана control z control z не ожидал значит f кисточку на поменьше на и пробуем так накидали вроде нет короче чем больше кисть по моему тогда она начинает тут изъеживаться а ну-ка все нормально так вот этот палец немножко надо потоньше как-то сделать вот вот здесь косточку наметить вот а теперь можно все это дело немножко выглаживать и наверное грабом все это дело подкорректировать так вот здесь вот так нофть и есть копыта есть погнали теперь делать форму пальцев и здесь так это форму пальцев будем делать грабом и вот здесь чуть-чуть их вот так раз так где там ломка пошла control z control z не переключила мышка на граб не беда так теперь вот этот вот этот палец вот сюда уводим в чуть-чуть его нагинаем здесь оформляем вот эту мягкую часть разводим пальцы в стороны так здесь еще чуть-чуть выводить вот эту часть можно побольше растянуть так что то такое получается ну и тут наметить косточку фалангу так здесь теперь в мять а вот здесь теперь как бы наверно приподнять так здесь теперь фалангу тоже наметить здесь как бы вдавить здесь как бы тоже приподнять вот эту часть в вот и палец кверху как бы подвести его вот теперь что-то получилось порисуем теперь внутри типа руку так вот здесь вот чуть-чуть прибавим мягкие ткани разведем чуть-чуть пальцы и попробуем что-то этакое поднабросать так здесь мы рисуем как бы мягкую вот эту часть вот так здесь тоже добавляем вот эти шишечки так здесь оформляем полностью палец вот так вот и здесь добавляем тоже вот этот мягкую часть так это все мы выглаживаем так вот ну и неплохая рука такая в принципе получилось так здесь вот теперь нужно через флаттен 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 и через шифр наверно да вот так чуть-чуть здесь вдавить и вот эту часть чуть-чуть до оформить потому что сейчас будет здесь одеваться рубаха и вот эти лишние складки в принципе нам не понадобятся так здесь как бы впадина в груди вот такие штуки хорошо под углом делать вот так вот так и тут здесь под углом здесь вот эту под углом здесь многое под углом провести флатеном. Так, здесь тоже кое-как, да не кое-как, а хорошо надо. И теперь F, побольше кисточку, щелчок и через shift. Так, выравниваем плечи, выравниваем вот эту вот спину, поясницу и ягодицы. Оформляем его. Так, вот с этой частью я не знаю, как поступить. Вот с этой. Может тоже вот так флатеном доработать. Ну, чтобы анимация была и вот это все дело работало как нога. Вот так. На картинке здесь еще ниже вот эта вот часть и поэтому тут по идее надо задницу еще ниже опускать. Вот здесь вот. давайте попробуем накидать. Вот так вот. И немножко все это дело выгладим. Вот теперь возможно на реанимации будет все нормально. так, это здесь китель будет разрезы. Не обязательно. Ну, такой общий вид, чтобы был. Во. Так. Ну, в принципе, да. теперь флат берем и флатом вот это все дело компонуем. Вот так вот. Раз. Классная кисточка флат. Работает через шив здесь. Ну, конечно, не то, чтобы в скульптурис, но она по-своему прикольно. Я ее прочувствовал, так сказать. Так. Теперь оформляем руки. Так. Вот здесь оформляем руки. Так. Смотрим, как они выглядят. Так. Вот так вот, чтобы было видно, что это бицуха. Вот. Полукруглая. Вот так вот. Так, так, так. А вот эту часть, а вот эту часть, наверное, тоже флаты нам пройти. Вот так вот. Раз. И вот где кисть чуть-чуть вот такую штуку сделать. Вот. Вроде и толщина есть, но чтобы вот так вот, как бы вот так, косиной, чтобы как бы было. Так. Теперь здесь руку чуть-чуть дооформим вот таким вот образом. Так. Единица на нампаде. Всё. Бычара нормальный походу. У нас остаются доработка вот этих вот как морды. Сейчас давайте её долепим уже. так, подправим F вот эти части. Здесь вот рога идут. Здесь ещё нужно будет добавлять вот эти полосы. Но это уже, так сказать, ювелирная работа. Я её уже буду сам потом делать без ролика. так. Так. Теперь делаем кисточку типа стандарт это драйв и выберем здесь вот ещё вот нормально дорисуем тут эти вот части. Так. не хочет флата нам нормально рисует. Так. мешки под глазами тоже добавим. кисточку теперь чуть-чуть уменьшим. Чтобы нежнее работало. И вот так вот добавим вот эти мешки. Так. Вот. Вот так мы их выгладим. Добавим немножко скулу. В основном сдалека чтобы там подальше она была. Так. тоже её сгладим. Добавим вот эти вот ноздри. Вот так вот. Вот так добавим рот. А вот эта часть она вообще выпирает. здесь губа как бы вот так ещё больше. Так. А здесь через контрол немножко подобрать и шифтом выгладить. вот. Вот. такая штукенция. Добавим немножко вот это скулы. Выгладим. И фишка какая, что нужно флаттеном. Так. Где он тут флаттен? Через shift вот эту часть чуть-чуть подмять. вот так вот так. Так. Здесь тоже флаттеном пройти. Отбить вот эту часть. Ну и опять же прорисовать её так вот этой кисточкой. раз. Во. Большая челюсть такая скула. Во. Вот теперь верю. Ну и кодык. Давайте кодык ему тут добавим. Так. кодык добавлен. Теперь добавим shift вот это всё выгладим. И вот эту мышцу шейную О. Так. И control чуть-чуть здесь как бы вокруг шеи сделаем впадину. Вот так вот. Потому что тут сейчас воротник будет. И нам вот эта впадина как раз очень нужна будет. Итак. В принципе всё готово. Так. Вот эти по-моему так. Так. Нарисуем теперь F глаза потом ставлю уже. Когда рисовать буду и подогоню их тоже. Сейчас пока птитель. Shift W повторяем. Не понял. Надо сетку что ли переделать. шейт шейт так. Вот это всё сначала нужно шейт W не рисует. Значит файл сейф сохраняем всё это дело. И наверное нужно так что у нас а изменить сетку. Давайте попробуем изменить сетку. поставим ноль Enter и ремешер так динатопу отключаем и ремешер нажимаем. так смотрим сетку сетка плотная значит сделаем вот что так 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 decimate и поставим ноль точка 1500 бенз и так поменялась сетка стало чуть полегче Shift W нажимаем поле группу и теперь так я забыл что нажимаем нажимаем Ctrl F делаем побольше кисточку и вот так все 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 зарисовываем вот до сюда вот как-то так теперь Ctrl и от полигруппы рисуем в другую сторону так рисуем поровняем чтоб потом меньше было что-то выглаживать что-то переделывать так вот вот такая стукенция не ну кстати прикольная штука как маска за за браш так единица нам пади и вот это все через Ctrl вот вот до сюда обязательно надо все это дело замкнуть во и вот здесь тоже поровнее как-то так проверяем смотрим все ли везде закрашено единица нам пади мы погнали делаем фейсет и делаем экстракт фейсет и нажимаем на полигруппу так мы в object мод что тут получается если мы закроем блогу вот такая у нас стукенция и теперь мы можем поднять толщину вот этому всему да так что получается это многовато а вот это в самый раз и жмем apply так заходим так куда мы заходим нам нужно все это сгладить да если мы сейчас shader smooth нажмем не тот эффект единица заходим в sculpt smooth f кисточку побольше и через shift вот этой кисточкой именно так где она тут вот она кисть inflat и сейчас мы сделаем китель ровный гладкий вообще красота будет так вот так со спины все это дело выглаживаем зад выглаживаем ноги тоже выглаживаем ну вот такая штука единицы на нампаде включаем бога а вот здесь уже выгладить то выгладили но нужно теперь корректировать вот этого персонажа или опять же давайте сделаем так соли дефи и прибавим толщину но сильно тоже не хочется ну ну хотя бы вот так наверное вот здесь уже подтянется долепится все нормально капли просто будет китель наверное толстый а ну ка да нет нормальный так единица нампаде нормальный так все это нормально вот такая заготовка давайте добавим глаза теперь так object mode и добавим append end так uv сферу поднимаем uv сферу именно вот к этой стороне потому что будет модификатор потом мир зеркалить его именно с правой стороны на левую делаем s вот так делаем ему вот такие вот движения во и вот сюда чуть-чуть так смотрим чтобы они не соприкоснулись при мира так сделаем еще немножко s сделаем g английская вытянем вот сюда вперед вот так вот и вот уже g это все нормально так немножко g чтобы не был раскосый и делаем модификатор мира относительно так богу во ну вот уже у нас есть и глаза ну и последнее что хотелось бы в этом ролике сделать это наверное уши давайте выберем богу скульп мод f кисточку поменьше и выберем давайте кисть стандарт вот эту типа drive так чуть-чуть ее поменьше послабее и через control попробуем вот здесь вот такую выборку сделать что там сзади происходит нормально нормально и вот сюда вот так вот и шифтом чуть выгладить так снизу нормально нужно вот эту наверное часть еще вниз подать это уже кисточка grab f и вот здесь вот будем тянуть так вот сюда и чуть-чуть ухо кверху так теперь чуть-чуть его вот так развернем вот эту часть так и оставим а нижнюю наверное нужно так нижнюю нужно оттянуть вот сюда вот так и все это дело выгладить так вот теперь все таки наверное flat f и flat и накидаем так а у нас динатопы нету думаю что не так а у нас нет динатопы вот когда на больших еще полигонах работать это еще нормально как чуть поменьше полигоны так давайте collapse edges попробуем и через control шифт шифтом чуть чуть выгладим так 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 шифт 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 вот сзади опять рвать начало ctrl z ctrl z вертаем назад значит кисточку еще f поменьше вот они вот эти вот неудобства вообще так динатопу опять включить так проводим смотрим вот начинается опять вот этот белоберда так что там спереди выходит спереди нормально уже да массу понабросал так и вот здесь вот переход на ухо так ну а здесь попробуем ctrl и немножко как бы стопудей опять порвало не маленькой кисточкой надо медленно медленно вот так вот водить и тогда у вас будет вроде все получаться так вот таким вот образом вот вот такие уши только их нужно немножко сделать ушами f так f делаем побольше и вот здесь вот эти части вот так поднимаем поднимаем так единицы нам падим ну вот такая вот заготовка глаза есть рога есть пальцы вроде как намечены наверное их еще побольше нужно сделать будет потом так вот прибавляем вытягиваем как-то побольше на вот уже а это можно поменьше оставить вот так вот ну вот уже еще что-то вот так вот так ну а теперь вопрос добавить именно пролепить вот эту майку как получится она будет попробовать добавить карманы добавить воротник ну в принципе раскраска жетоны и вот здесь вот погоны и все и персонаж будет готов все всем пока до свидания